МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Необходимые вещи, как мобилизованным в Рязани помогают волонтеры. Самый высокий полет. В Рязани простились с воздухоплавателем Львом Маврином. Нормативы, как у спасателей. Школьники региона соревновались в пожарно-прикладном спорте. Власти Рязани взяли кураторство над семьями мобилизованных. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила глава администрации Елена Сорокина. По ее словам, за семьями мобилизованных закрепили сотрудников администрации, заместителей, руководителей, специалистов, которые будут собирать вопросы и оперативно реагировать на проблемы. В патронаж включена помощь по разным аспектам. Юридическое консультирование, финансовые вопросы, медицинское обследование, помощь детям и пожилым. Цель кураторов – успокоить людей, передать их потребности профильным руководителям и в конечном итоге решить их вопросы. Тем временем группа рязанских девушек самоорганизовалась и объявила сбор нужных вещей для мобилизованных. Уже в воскресенье они поедут в Сельце, в центр подготовки и передадут все, что собрали по назначению. Вести о частичной мобилизации вызвали в рязанском обществе совершенно различные эмоции. У кого-то страх и панику, а кого-то, наоборот, заставили собраться и сплотиться, и стать незаменимыми помощниками. У меня у подруги забрали туда мужа, забрали брата, у многих знакомых забирали братьев, мужей. И получается так, что она ехала из Сельц, ей позвонил брат, она вся в расстроенных чувствах, она говорит, Настя, что будем делать, может, как-то все соберемся. И девочки создают чат, куда мы все вступаем. Сначала нас там было мало, совершенно мало. Создается чат в группе ВКонтакте. Затем друзья друзей приглашают уже туда людей. Нас становится все больше и больше. Сейчас в сообществе 486 человек, и это не считая тех, кто в чат не вступает, но звонит, пишет, узнает, что нужно, таких неравнодушных и активных оказалось огромное количество. Сейчас уже все, не только даже просто жители Рязани, Рязанской области, но и организации начинают оказывать нам помощь. Очень большое количество помощи поступает в районе, в Рязанской области. Там тоже неравнодушные люди, организации, и таксисты, сообщество таксистов, и мебельные магазины, ИП очень много нам помогают. Везут в основном то, что самое необходимое. Это носки, медикаменты. Сладкое, потому что мы хотим им поднять настроение, им будет приятно покушать сладенького. Везут шнурки, везут шапки, рукавицы, перчатки, тушенку, консервы. В общем, все то, что можно открыть и скушать, не готовя это, либо на себя надеть, чтобы было тепло. Анастасия показывает, что привезли люди буквально за полдня. До момента передачи продуктов и вещей еще три дня. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье волонтеры отправятся несколькими машинами в Сельце. В загородный учебный центр, чтобы отдать все ребятам. А заодно узнать о насущных потребностях, призванных. Потому что пока собирают то, что нужно лишь предположительно. Хотелось бы на нашем примере показать другие города, чтобы люди также объединялись, собирались, помогали ребятам. На добровольной основе, не принудительно, ничего. Просто наши ребята сейчас защищают нас. И хочется, чтобы они тоже чему-то радовались и знали, что мы о них заботимся, любим их, ждем их. Координаторы волонтеров есть в Сторожилово, Ряжске, Новомичуринске и Пронске, а также в районах Рязани. Девушки не намерены останавливаться и продолжат собирать и отвозить вещи и продукты до тех пор, пока мобилизованные ребята проходят обучение в Сельцах. Сегодня в Рязани простились с известным воздухоплавателем Львом Маврином. Напомню, новость о смерти основателя фестиваля «Небо России» пришла в понедельник. Проститься с легендой во дворце молодежи собралось порядка ста человек. Среди них пилоты аэростатов, члены команд, ученые-географы, с которыми Лев Борисович исследовал рязанские ландшафты. Говорить о нем был, язык не поворачивается ни у кого. Для всех он еще живой, полный энергии и идей. Человек, который ведет за собой, всегда с оптимизмом и любовью, смотрящий в будущее, да и в настоящее тоже. Буквально три недели назад он забегал в кардиодиспансер. Все было нормально, ничто не подвещало такого. И вот как гром среди ясного неба, такая нелепая смерть. Непонятно за что. Большое спасибо, Лев Борисович. В 1990-м Лев Борисович с единомышленниками провел первый в Советском Союзе фестиваль воздухоплавания. 26 экипажей из Европы и один из Москвы приняли участие. Тогда сам Лев Борисович еще не был пилотом. Это уже впоследствии небо России станет визитной карточкой нашего региона. А семья Мавриных – целой династией воздухоплавателей. Бережно относясь к истории своей родины, Лев Борисович организовал события так, чтобы приурочить их к важным историческим датам. Через воздухоплавание он пытался донести вечные истины и ценности. Он летал над Европой, Ираком, Арменией, Северной Америкой и Северным полюсом. Над всеми континентами, кроме Австралии, летал Лев Борисович на воздушном шаре. Но по его собственному признанию, самые яркие впечатления о земле он получил, летая именно над Рязанью. Мы должны понимать, что мы не потеряли человека. Человек живет в своих деяниях, в том, что он оставил на этой земле, в том, что он успел сделать. Поэтому сегодня, дорогой Лев Борисович, мы говорим, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы так ярко прожили свою жизнь. Спасибо за то, что вы увлекли рязанцев небом. Неутомимый исследователь и творец Лев Борисович отправился в свой самый последний и самый высокий полет. Его последним желанием было остаться в небе. И родственники наказ выполнят. Его прах развеют над Рязанской областью. По-настоящему, сентиментальная история с криминальным оттенком произошла в Рязани. В одной из квартир пропал отбойный молоток. Вещь, конечно, далеко не самая романтичная. Но, тем не менее, вор, которого взяли по горячим следам, все-таки попытался у оперативников вышибить слезу. Единственная, кому эта история сентиментальной не покажется, 20-летняя студентка. Девушка недавно купила квартиру. И сейчас там вовсю идет ремонт. И вот однажды она пришла в квартиру и обнаружила, что пропал отбойный молоток. Предмет личный, дорогостоящий. Долго думать не стала. Обратилась в полицию. Оперативники начали с поиска свидетелей. Оперативники смогли получить сведения, что в сторону строящегося неподалеку дома двигался неизвестный с предметом, похожим на отбойный молоток. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 35-летнего гражданина одной из стран Закавказья, который работал на объекте. Уже в ходе допроса вся сентиментальность истории и проявилась. Задержанный рассказал, что когда-то давно проживал в этой самой квартире. Да и не один. Была у него сожительница. Потом любовь прошла, отношения закончились. И вот спустя несколько лет мужчина стал работать на строительстве соседнего дома. Видимо, проходя мимо дома старого, в нем всколыхнулось что-то ностальгическое. И он решил снова оказаться в привычной обстановке. Утром встал где-то с 5 до 6 утра, пошел в определенную квартиру, залез через трубы в окно, забрал отбойник и ушел. На допросе мужчина добавил, что вместо привычной обстановки увидел только голые стены и понял, что квартира уже продана. Тогда и прихватил с собой сувенир – отбойный молоток. Продать только предмет и с дорогой сердцу квартиры не успел. На гастрадальный отбойный молоток после всех необходимых процедур потерпевшие вернули. В отношении же сентиментального мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В манеже главного управления МЧС Паризанской области сегодня прошли соревнования по отдельным видам пожарно-прикладного спорта среди учащихся. За победу боролись 15 команд, включая коллективы из муниципальных школ. Участники должны были выполнить три норматива – надевание боевой одежды пожарного, боевое развертывание и преодоление стометровой полосы препятствий. Соревнования по пожарно-спасательному спорту начинаются с личного зачета. Это не просто стометровка, а суровая полоса препятствий. Они все сложные элементы, но полоса препятствий – это, пожалуй, самый серьезный вид спорта. Она входит вообще в регламент этого пожарно-прикладного спорта и требует хорошей физической подготовки, навыков. К забегу готовится Владимир Данилин. Ученик девятого класса в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту участвует в третий раз, но уже есть чем похвастать. В прошлый раз он занял второе место. Сейчас в планах результат как минимум повторить. Для этого, говорит, тренировался каждый день. Бегал полосу, по которой мы сегодня побежим. Забор часто делал, чтобы… там на него больше всего времени занимать, по сути. Ну и разветвление. Тренировки были не зря. Владимир уверенно вырывается вперед, как минимум на целый корпус, обгоняя соперников. Стену он преодолевает за секунду. Но вот с рукавами случается неприятность. При развертывании они попали на полосу соперника, который наступил на них. Умышленно или нет, это уже решать судьям. Тем не менее, свое лидерство в забеге Владимир потерял. Хорошо еще, это первая из двух попыток, досадует спортсмен. Будет еще четыре личных старта, следом командные. Команды в соревновании всегда тяжелее. Команда должна быть сплоченная, сработанная. Потому что от результата одного человека зависит результат всей команды. Личные соревнования – это стометровки. То есть человек как бы за себя отвечает. Но команда соревнований всегда сложнее. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту участвуют 15 команд. Две городские, а остальные – с области. Соревнования посвящены памяти Михаила Шабурова. Он долгое время возглавлял региональную пожарную охрану. После – пять лет – региональное отделение ВДПО. Сам Шабуров родился и вырос в Клепяковском районе. Видимо, поэтому областная команда уже третий год становится чемпионом. Правда, остальные тоже сил не жалеют. Все элементы этого спорта, они связаны с непосредственной деятельностью пожарных и спасателей. Поэтому, ну, наверное, все знают, что сама работа пожарного, она требует больших физических данных, скажем так, и усилий. Поэтому, конечно, тяжело физически выполнять некоторые упражнения, но они необходимы именно для работы пожарного или спасателя. Конечно, некоторые поблажки школьникам есть. Час снарядов облегченная, да и полусупрепятствий преодолевают не в защитной экипировке. В остальном же нормативы те же, что и для профессиональных спасателей. В МЧС рассказали, что часть ребят, которые сейчас увлекаются пожарно-спасательным спортом, обычно выбирают службу в ведомстве. Процент небольшой, зато приходят служить настоящие профи. Те дети, которые здесь в Рязани, и которые заинтересовались, и у них хорошие показатели по спорту, конечно, мы их берем, потом и всяческое содействие оказываем для поступления в наше уже высшее учебное заведение. Соревнования по пожарно-спасательному спорту отборочные. Из 15 команд и 11 спортсменов в личном зачете выберут лучших, которые и представит регион на всероссийской арене. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский театр «Кукол» принял эстафету всероссийской акции в первом ряду. Посвященную театральному искусству сразу три мероприятия, которые приоткроют завесу тайны мастерства артистов, пройдут в Рязани. На одном из них – мастер-классе от Василия Уточкина. Побывала наша съемочная группа. В советское время такие акции проводили повсеместно. И теперь общество знания возобновило традиции. Просветительский проект театрального искусства знакомит зрителей с закулисьем и позволяет изнутри увидеть процесс, познать, как создается спектакль, из чего он складывается. Искусство театра «Кукол» – это достаточно такой интересный жанр. И, по сути, любой предмет, любая неживая материя в руках артиста может ожить. И поэтому мы сегодня говорим о мастер-классе «Театр кукол. Театр предмета». Этот мастер-класс проводит артист нашего театра Василий Уточкин, ведущий артист нашего театра. Театр предмета – это база искусства кукловождения. Абсолютно любая вещь может стать героем спектакля. Например, электрический чайник. То, что есть у нас, это театр. Театр, театр, театр. О, Бог, ты мой, ты божешь, ты мой. Если брать театр как жизнь в миниатюре, как те истории, которые мы с вами смотрим, чтобы они нас трогали, чтобы у нас возникало чувство сострадания, сопереживания. Это очень важно. Наверное, самое важное в театре. Главное, чтобы именно это не терялось в историях. Так вот, какими способами этих вещей можно достичь, да? Вот я небольшие секреты попробую раскрыть именно благодаря мастер-классам, именно благодаря тому, чем владеет артист-кукольник, именно кукольник. Потому что метафизика и природа предмета – это, наверное, самое важное в искусстве игры, в искусстве театра. И театра как игры. Настоящему кукловоду достаточно просто оглянуться вокруг, чтобы создать театр прямо на глазах публики. Под руководством Василия участники учились оживлять предметы, создавать героев и на ходу придумывать истории. Еще одно мероприятие предстоит в пятницу. И посвящено оно будет творчеству великого Уильяма Шекспира. А именно на тему «Сна в летнюю ночь». Спектакль в постановке Олега Жукжды по этому произведению, кстати, в этом сезоне, впервые на сцене кукольного. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!